Памятный знак на аллее имени Дмитрия Гвишани. Сегодня здесь ребята, старшеклассники средней школы номер 30, преподаватели и представители Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Все они участники акции «Дорогами мужества и стойкости. Равнение на героев». Когда-то и Дима учился здесь, а после стал курсантом военной академии. Дмитрий Борисович Гвишани – наследник Победы, герой нашего времени. Он не пожалел свою жизнь, не смог остаться в стороне от пожара, от катастрофы, которая произошла. И я думаю, что это был, наверное, его первый порыв, истинный порыв, когда он начал защищать людей, начал их спасать, начал тушить этот пожар. Нашим ребятам нашего учреждения, я считаю, повезло. Они учатся в именном учреждении героя, который пожертвовал своей жизнью. И это пример достойный подражания. Республиканская акция объединяет все города Республики Беларусь. И вообще она проходит в формате открытого диалога, где ребята могут узнать про историю, познакомиться даже с некоторыми героями нашей страны, которые живы до сих пор, а также познакомиться вообще с историей нашей страны. 28 августа 1999 года поздним вечером тепловоз поезда «Брест-Минск», на котором ехал Дмитрий Гвишани и его сокурсники, внезапно загорелся. Ребята не остались в стороне. Кто-то стал помогать выводить людей. Дмитрий помогал тушить пожар. Из-за взрыва аккумуляторной батареи, встроенной в нишу топливного бака тепловоза, его окатило горящей соляркой. Сильнейшими ожогами он был доставлен вертолетом в Минск, в 432-й главный военный клинический госпиталь. От полученных ожогов в ночь с 31 августа на 1 сентября Дмитрий Гвишани скончался. За исключительную отвагу и личную храбрость, проявленную при спасении людей во время пожара, курсант Дмитрий Гвишани был посмертно награжден орденом за личное мужество. В школе есть экспозиция, посвященная памяти героя, где в качестве экскурсоводов выступают преподаватели, а также учащиеся школы. В первую очередь это герой, это не просто человек. Это герой, который не смог просто сидеть в стороне, видя как пожар подбирался к пассажирским вагонам, в которых находились старики и дети. Каждый должен знать подвиг своего героя. Это либо корват, либо Гвишани, либо любой другой герой Беларуси и молодежи. Это почетно. Экскурсоводом я являюсь с 9 класса. Для меня это очень почетно, знать свою историю. Это всегда прекрасно. Помнить это тоже очень хорошо. Мы сможем анализировать ошибки и не повторить это никогда в нашем будущем, так как мы являемся поколением победителей, наследников победы. Дмитрий является наследником, и для нас это очень важно. И знать эту историю, этот подвиг, тоже очень важно. Акция «Дорогами мужества и стойкости. Равнение на героев» призвана рассказать о тех людях, личный подвиг которых стал символом мужества и любви к своей родине. Она продолжится и далее.